Добрый вечер! Мы представляем вам документальные факты о сложностях расследования в Восточной Украине. Выражение «фольс флаг», что по-русски означает «по чужим флагам», это разведывательный, политический и военный термин, который вошёл в обиход из области мореплавания. Он обозначает тайную операцию, чаще всего проводимую вооружёнными силами или секретной службой, и приписывающуюся непричастному к ней третьему лицу с целью скрыть личность и намерение самого инициатора. Чтобы не быть обнаруженным, зачинщик действует под ложным флагом, а именно, выдавая себя за третье лицо, вообще не причастное к этому. В связи с кризисом на Украине уже несколько недель назад был обнародован совершенно секретный государственный документ Киевского путчистского правительства, в котором даются указания к проведению «фольс флаг» операций против России. Главный редактор «Голоса Севастополя», которому была направлена эта информация, на вопрос к Ляге Мауэр Ти Ви о достоверности источника лично удостоверил подлинность документа. О чем идет здесь речь? Согласно этому документу, Киевское путчистское правительство в конце мая 2014 года дает Госпогранслужбе указание инсценировать в Восточной Украине столкновение с пророссийскими группами. Оружие для этого должно было быть предоставлено якобы из российских армейских запасов. Эту фиктивную операцию собирались заснять на видео и предоставить Организации Объединенных Наций, коротко ООН, и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, коротко ОБСЕ. Цель этой операции – предотвращение потенциальной поддержки Восточной Украины России, чтобы беззащитное население было уничтожено во время одной короткой БЛИЦ-акции. В связи с крушением малайзийского самолета МН-17 возникает вопрос, является ли оно той выше названной операцией по чужим флагам, так как по сообщениям СМИ украинские войска ведут в настоящее время дальнейшее крупное наступление в Восточной Украине и взяли под свой контроль многие части региона, в котором разбился малайзийский самолет. Еще 29 июля в 8-часовых новостях СРФ-1 сообщила, что из-за новых военных действий со стороны пучистского правительства расследование авиакатастрофы продолжает оставаться невозможным. Мы напомним о фиктивной видеозаписи одной зенитной станции, которая якобы была привезена из России и пророссийским населением тайно должна была быть возвращена назад. После этого из-за травли в СМИ вина в этой авиакатастрофе легла на Россию и Восточную Украину. Но возможно, что эта тайно запланированная Хольцфлэг-операция еще предстоит. В любом случае стоит оценивать актуальные и будущие события в Восточной Украине с точки зрения этого государственного секретного документа. Сформируйте свое собственное мнение по поводу подлинности документа во взаимосвязи с этими событиями. Мы будем держать вас в курсе. В приложении текст из секретного документа путчистского правительства, ставший достоянием общественности. Доброго вам вечера! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok